Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Влияние» на телеканале «Импакт». Мы все вас приветствуем и рады входить к вам прям напрямую в реальном времени. У вас 7 часов, у нас тоже. И мы вас приветствуем, друзья, рады встрече с вами, как я сказал. Недавно, когда я только выезжал сюда, мой сын Эрик говорит, пап, подбежал к моей машине, говорит, пап, когда будешь в прямом эфире, помахай мне рукой. Эрик, привет! Друзья, мы живем в удивительное время, которое Господь предоставил для нас здесь, в Америке. А также конкретно для стран бывшего Советского Союза. Удивительное это время было тем, что Божий невод или Божья сеть, она была заброшена на все страны бывшего Советского Союза с целью достичь массы, массы для Господа. И мы являемся свидетелями того, что Бог делал и продолжает делать в странах бывшего Советского Союза, начиная от Узбекистана и заканчивая Эстонией и всеми-всеми странами. И до сих пор идет массовая евангелизация, и Бог спасает многих людей, и Слово Божие достигает концов земли, и мы свидетели этому. И вы знаете, этот заброшенный невод, и Господь стоит на берегу вместе со своими служителями, которые сегодня выполняют Божью волю и тянут этот невод. И вместе с ним этот невод тянут и евангелисты, и проповедники, и просто простые люди, которые подвязаются в деле проповеди Евангелия. И они тянут этот невод. И когда они тянут этот невод, в этот невод попадает всякая рыба, всякого рода. И красивая, и увлекательная, и знаете, порой зубастая даже, и некрасивая, и крабы, и раки, и что там только нет. Когда мы говорим о рыбе, о неводе, мы говорим о людях, о людях, которые Господь сегодня зовет к себе, которые Господь привлекает в церковь. Сегодня есть очень много умных людей, разумных. Есть неграмотных, есть грамотных. Много людей в церкви. Есть бедные, есть богатые. Разного сословия. И у Бога нету, в принципе, никакой разницы. У Бога есть дети Божии. И таких людей было очень много. И они приходили и приходят. И есть люди светские, есть люди театра, которые посвятили свою жизнь и многие годы учебе, чтобы достичь что-то в своей жизни. И вдруг в середине их лета, может быть, в конце дней жизни, или в совсем зрелом возрасте, когда люди заканчивают серьезные вузы, институты, колледжи, вдруг Господь завлекает их к себе. И эти люди стоят перед Господом. И когда у них полный багаж знаний, здесь этот человек или эти люди стоят перед дилеммой. Чем я могу быть полезен в деле Божьем? Я стал христианином. Чем я могу быть полезен? С тем багажом или с теми знаниями, которые я приобрел. Чем я могу быть полезен у Господа? Вот одним из таких людей является Артур Гросс, который приехал в наш город, город Сакрамента. Сегодня он находится в студии. Вы о нем, может быть, немножко слышали, или, может быть, даже видели некоторую информацию, даже у нас на телеканале «Импакт». Чем он занимается и как он пришел к Господу? Артур, кстати, является дитем Божьим, спасенным Господом, евреем, мессианским евреем. Сегодня он посетил нас в город, и я пригласил его в студию, и мы сегодня пообщаемся. Я думаю, у нас будет интересный разговор. Артур, приветствую тебя. Здравствуйте. Приветствую вас, приветствую всех телезрителей. Как тебе город Сакрамент? Как у тебя дела? Слава Богу, очень хорошо. Как нравится тебе наш город? Очень нравится. Как вообще Америка? Ты первый раз в Америке? Второй раз. Второй раз, да. Отлично, хорошее впечатление. Приехал с Израиля? Да. В Израиль откуда приехал? В Израиль, с Украины. С Украины. Мукачево. Я там родился. И уже на сегодняшний момент я 16 лет живу в Израиле. Из чисто еврейской семьи? Да. Родом? Родом, да. Род твой, чисто еврейская семья. Мама, папа у тебя были верующие, неверующие? Как они? Вообще неверующие. Неверующие. Бабушка, чисто по религиозным иудейским традициям, но неверующие в Иисуса Христа. Понятно. И как я понял из твоего разговора, нашего предыдущего разговора, ты посвятил свою жизнь определенному делу. Это было еще в Украине, я так понял, да? Твое театральное, твои театральные уличения. Цирковое искусство, да. Цирковое? Да. Театральное, цирковое искусство, да? Да, да. Это было еще выбрано тобой давно еще в Украине. Да, да, да. С скольких лет ты начал заниматься? С 12 лет. С 12 лет? С 7 лет я учился в цирковой студии, в Закарпатской народной цирке. А чем тебя это увлекло? Чем заинтриговало тебя именно вот это? Это творчество. Творчество, да. Тем, что через это можно радовать людей. Когда ты принимал решение идти в этом направлении, то есть это была твоя идея, да, что вот этим самым ты будешь достигать людей и радовать людей. Что было главным? Ну, на тот момент я еще не был верующим человеком. Я говорю на тот момент еще, да. Это просто было как развлечение, это привлекало, это интересно. Кто-то для тебя послужил таким, кто-то дал тебе толчок в этом направлении? Кто-то был кумиром в твоем этом плане? Ну, не был кумиром, у меня сосед был, он был из цирка. И я как-то туда попал и просто заинтересовался. Мне понравилось. Сколько лет ты посвятил этому делу еще в Украине? Ну, вообще 7 лет я как бы учился в цирке. То есть первые 3 года, 4 учимся, потом начинаем уже выступать, ездить по гастролям. А всего 25 лет я как бы уже в этой профессии. 25 лет? Да. Ты похожий на настоящий профессионал от своего дела. В 89-м году я приехал в Израиль. Ведь страна Израиль это все-таки страна. А, уникальная страна, действительно. Да, уникальная, да. Это же... Страна чудес. Страна чудес. Ну и все-таки я слышал там намного сложнее адаптироваться людям, чем в Америке, скажем. Ну да, материальная сторона, немножко сложнее подняться по сравнению с Америкой. Но, тем не менее, страна действительно продвигается, страна возможностей. Действительно написано, Израиль расцветет как нарцисс. И написано, я так благословлю свой народ Израиля, что многие народы будут изумляться от всего благодеяния. То есть это время еще впереди, ты считаешь? Это впереди, но я скажу, у меня многие приезжают в Израиль и говорят, мы уже изумляемся от всего благодеяния. То есть действительно за короткий какой-то промежуток времени, 50-60 лет страны, и просто прогрессирует очень... А в смысле во всех отношениях, да? Ты говоришь, за материальную сторону? И материальную, и также и духовную. Если взять, 15 лет назад очень мало было церквей, вот, на сегодняшний момент там почти в каждом городе есть церкви. Ты говоришь церковь, когда ты говоришь церковь? Церковь верующих в Иисуса Христа. В Иисуса Христа. То есть мессианские евреи. Хорошо, ты приехал в Израиль, и еврей, вообще атиист, да? Ты атиистом был? Атиистом не был. Не был. Не знающим Бога, может быть, даже в какой-то мере и не хотящим знать Бога таким, как мы его представляем, как кем ты его сейчас представляешь. Да, да, да. И вот ты приехал в Израиль. Вообще, как ты вдруг принял решение? При каких условиях, обстоятельствах вдруг Артур, который никогда Господу не служил, вдруг принимает решение стать мессианским евреем? Да, это произошло. У меня был просто контракт в одном месте, где я делал концерты. И так получилось, что я разговаривался там с девушкой, и просто она мне начала свидетельствовать о Боге. Она говорит, я фанат Иисуса. А я говорю, а что это такое? Я говорю, я фанат самого себя. Как бы я такой был весь из себя, там, занимался спортом, не пил, не курил. И я думаю, таким людям, в принципе, не так легко прийти, когда ты себя считаешь таким не гулящим, не это самое. И как бы зачем тебе Бог? Вот. Но мне было это всё очень интересно. Я просто благодарю Бога на сегодняшний момент, что я смог открыть, оставить немножко места в сердце, то есть сказать, а может, это правда. Потому что действительно сейчас уже я знаю, что гордым Бог противится, а смирённым даёт благодать. И я благодарю Бога вот за это, что я смог оставить это немножко места в сердце и сказать, то есть начать изучать, вникать в Слово Божие, в Библию, а может, это правда. И, кстати, эта девушка, она мне подарила Библию. Я начал её читать, взял её номер телефона. И, правда, было вначале всё непонятно, так, там, родословие, с самого начала я позвонил, говорю, ничего не понимаю. Она говорит, ты открой Новый Завет. Вот. И там уже, конечно, поинтереснее было всё. Вот. И она решила меня пригласить на собрание верующих людей в Иисуса. И на этом собрании я просто открыл сердце для Бога и покаялся, и обратился к Господу. Бог живой. Амин. Амин. А сейчас ты находишься тоже в служении каком-то, да? Да. Я помощник пастора, как бы я в служении порядка. В этом двигаюсь. А вообще обстановка в Израиле, насколько легко вам, там, как к мессианским евреям, к верующим, да? к протестантским, там, движением двигаться, вот, с проповедью Евангелия по Израилю? Я слышал, что это сложно очень. Не совсем можно так подойти, там, сказать «Иисус любит тебя» и начать проповедовать. То есть нужно очень мудро подойти, как бы в Бога люди верят, а вот именно, чтобы открыть Иисуса, нужна мудрость, нужна цепочка, как всё приобрести. Ага. Как приобрести человека для Иисуса. То есть, к примеру, церкви, протестантские церкви, мессианские церкви, церкви, которые действительно верят в Господа, в Иисуса Христа. Они решили, они решили сделать какую-то конференцию. Да. А насколько свободно предоставляется эта возможность залы, там, я не знаю, аудитория такая, чтобы собирать? Ну, вообще предоставляется, но не так уж свободно. То есть это всё немножко в напряжении, потому что есть организации, которые противятся, религиозные структуры, которые противятся этим вещам. И как бы есть духовная такая борьба, и то есть они конкретно приходят, могут говорить всякие слова, и то есть отвращать людей, чтобы люди не приходили. То есть они делают какую-то работу в этом направлении. Какая-то статистика есть? Сколько примерно таких церквей и сколько в общей сложности христиан, если вот так вот объединение, сколько человек? В Израиле? В Израиле, да. Ну, честно говоря, не владею такой информацией, сколько конкретно населения. Угу. У тебя интересное занятие. Я знаю, что ты продолжаешь заниматься церковым делом, искусством. Ты называешь это искусством. Вот наши люди вообще, я говорю за славянскую аудиторию, которая живёт в Америке, когда смотрят фокусников, особенно я говорю за христианскую аудиторию, да. Которые смотрят фокусников, то складываются определённые впечатления, понимание, что это что-то нечистое. Особенно если тяжёлые моменты показываются в фокусах, да. Там где-то человека режут или ещё что-то. Вот, кто этого не знает, тот чуть ли не понимает, что здесь это какой-то колдун или ещё что-то. Что-то связанное с нечистым миром, да. Вот, как у тебя совмещается церковое творчество и христианство? Ведь, как подумаешь, Господь, Он, во-первых, серьёзная личность. Здесь Артур вроде бы и христианин, и фокусами занимается. И ещё нашёл какое-то оправдание в слое Божьем своим этим действиям. Ну-ка, Артура, объясни, пожалуйста. Хорошо. Я думаю, что Бог, Он есть Бог чудес, Бог творчества и также Бог разнообразия. И Он в нас вложил вот это вот творчество творить. У нас есть в нас эта натура что-то творить, петь, играть, танцевать, что-то делать руками, рисовать. Это в нас заложено. И постепенно Бог мне давал понимание, что всё творчество на земле как бы должно прославлять Господа. Также, допустим, взять музыкальный инструмент, гитара или ударник. То есть с этим музыкальным инструментом можно прославлять Бога, но можно и прославлять дьявола. Также петь голосом, можно петь песню хвалы, а можно высвобождать какой-то негативизм, негативные слова, которые будут прославлять дьявола. Так же может и танцевать. Можно для Бога, я думаю, а можно и для дьявола. И даже такое творчество, как в области цирка, можно этим искусством, этим творчеством и даже фокусами можно прославлять Бога, можно прославлять дьявола. Честно говоря... Это откуда ты такое откровение получил? Откуда такое откровение пришло, что фокусами можно прославлять Господа? Просто пришло вот такое, я вам скажу, когда я уверовал, у меня самому задавал я такой вопрос, как же фокусами вообще цирковым искусством можно прославлять Бога? Просто смешно мне самому было. И люди как бы немножко так сторонились, что-то непонятное, что-то... Но я как бы задавался этим вопросом и даже поехал на Всемирный фестиваль фокусников, и думаю, действительно посмотрю, может быть, фокусами прославляют... То есть может фокусами действительно это какая-то бесовщина или нечистые духи. Но дело в том, что когда ты знаешь, в принципе, на чём основаны фокусы, то ты их автоматически разгадываешь, как они вообще устроены, как они работают. Я думаю, поеду, посмотрю. И я смотрю, поехал, ну что я заметил? Вдруг вот такая постановка, там избушка на курьих ножках и баба-яга на метле полетела. Ну, я такой смотрю, бесовщина какая-то, непонятно что. Но что интересно, что я-то сразу понял, как этот секрет фокуса делается, как она летает. Потому что ты сам в этом... Я себе представил, вау, ну точно так же можно сделать только театральную библейскую постановку. Можно сделать... Ангел прилетел к Деве Марии и сказал весть от Бога. То есть я хочу сказать, что этим реквизитом, этой аппаратурой, светооформлением, магнитами, зеркалами, разным реквизитом, разным приспособлением, которые используют для фокусов, для разных цирк... в цирке, для разных номеров. То есть это всё, эту всю аппаратуру можно использовать для славы Божьей, для театра, для театральной библейской постановки. То есть этот же театр точно так же, как кино. Мы смотрим «Страсти Христовы», мы... Оно свидетельствует о Боге. Но также есть фильмы, которые вообще не рекомендуется смотреть. Несут разрушительную силу. Разрушительную силу. То всё познаётся в сравнении. И кино, театр, цирк или даже те же фокусы... Допустим, у меня сильно отличается программа от неверующих фокусников. Если верующий фокусник, он делает распиливание женщины. Да, неверующий, допустим, делает. Хотя я слышал, что и верующий делает. Видите, друзья, есть верующие фокусники, есть неверующие фокусники. Я думаю, что это уже что-то современное. Ну, продолжай. Когда делают, допустим, неверующие, то есть вот это вот напряжение там распиливают, как бы сам фокус, нету ничего бесовского, то есть в аппаратуре. Это просто надо знать секрет фокуса, как это работает. Но сам смысл в подсознании человека идёт как бы насилие, что распиливают. Как бы мне самому не нравится это. Или там женщина заходит в ящик... Хотя ничего здесь нету в распиливании, нету ничего такого бесовского. Бесовского нету. Бесы там не участвуют, не распиливают. Это просто чисто технические. Это чисто технические. Всякие приспособления, которые создают иллюзию. Которую чисто аппаратура работает. Я слышал так. Если смотря под каким углом ты глянешь на то, что делает этот человек, то здесь можно увидеть секрет, можно увидеть под другим углом. Да, да, да. Какую мысль хочу донести, что есть фокусы, которые напрягают, которые несут негативный смысл вообще всего, насилие. Но, допустим, у меня идут фокусы, появляются большие корзины с цветами. То, что радует человека, вызывает улыбку, радость, хорошее настроение, позитивные эмоции. И там или с голубями я работаю, у меня появляются, исчезают белые голуби. То есть демонстрирую ловкость. Многие считают вообще как бы так, я так понимаю, дьявол посеял такой, что фокусы это как бы обман. Обман. Вот. Я лично так не считаю. Потому что тебе выгодно. Нет, нет. Потому что я так понимаю, вот обман. Вот ты взял у кого-то 20 долларов и говоришь, я у тебя не брал. Это обман. А фокусы и вообще цирковое творчество это демонстрация ловкости. Ты демонстрируешь ловкость. Бог тебе дал вот это ловкое тело. Ты делаешь сальто, шпагаты, разные пируэты. То есть ты демонстрируешь, как чудно тебя сотворил Господь. Точно так, как мы смотрим, наслаждаемся, как человек может красиво петь, прославлять Бога. Песню хвалы петь. У него красивый голос, хорошая постановка голоса. Точно так мы можем посмотреть, как человек ловко на одноколесном велосипеде ездит. Или там эквилибристика, там баланс на катушках держит. То есть получается, что проповедники работают на духовный уровень. Ты чисто на душевный уровень людей работаешь, чтобы радовать, веселить, приносить бодрость. Амин. Бог меня открыл, что... То есть ты видишь в этом своё служение и призвание, да? У меня такое понимание, что человек должен удовлетворяться на трёх уровнях. Духовном, физическом и душевном. То есть в духовном мы можем молиться часами, читать Библию, изучать Слово Божье. На физическом уровне мы идём в баньку попариться, в джакузи, в бассейн. То есть мы также следим за своим здоровьем. Но также мы нуждаемся и в душевном удовлетворении. Это когда мы смотрим кино, мы плачем, смеёмся. Мы идём на какое-то представление, цирк или театр. И высвобождаются позитивные эмоции. Это хорошо? Да, это очень хорошо, да. Ты даже можешь сейчас покажать какой-то один из фокусов. Можешь это? Вообще могу, да. Можешь. Ну-ка, сделай какой-нибудь фокус. Окей. Значит, у меня платочек. Я его вкладываю в руку. То есть он исчезает, но он тут же и появляется. Оп. Он появляется. Вот сейчас посмотрите внимательнее. Он исчез, но он уже в кармане. Он в кармане. То есть здесь ничего духовного нету, да? Да, ну что интересно, оп. О-о-о. Это просто чисто ловкость. Ловкость руки, никакого мошенничества. Друзья, мы возвращаемся к вам. Если у вас есть вопросы к этому человеку, если у вас есть вопросы к этому человеку, пожалуйста, вы можете ему напрямую задавать. Потому что я знаю, что таких людей у нас очень мало. Особенно в христианской среде и фокусников еще. Я думаю, что у людей традиционного взгляда есть много вопросов. И поэтому вы можете задавать. Я думаю, он смело вам ответит на ваши вопросы. Вот. Только он, я понял, переживает, чтобы сильно строго его не судили. Поэтому, пожалуйста, Артур может ответить на ваши вопросы. Как успешно у тебя это идет в Израиле? Ты этим продолжаешь заниматься в Израиле. Большие сцены у тебя есть, маленькие сцены. Ты продолжаешь этим делом заниматься? Да. То есть у меня довольно-таки успешно идет. Есть известность в Израиле. Я выступаю по всему Израилю на любую аудиторию. Маленькую и также большие площадки. То есть на тысячу, две тысячи, пять тысяч аудитория. То есть концерты вообще проходят на ура. Ну, я выступаю на любую публику. То есть и для верующих, и для неверующих. Перед тобой сидит огромная аудитория. Артур, ты же понимаешь, что на тебе ответственность. Да. На тебе ответственность. Ты очень смел в том, что ты делаешь. Что ты как бы нисколько себя не осуждаешь. Что ты, будучи христианином, занимаешься этими фокусами. То есть ты понимаешь, это ответственность на тебе. И как ты предоставляешь. Ну, сейчас мы примем звонок. А потом мы возвращаемся к этому. Пожалуйста, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый. Ну, вот я бы, конечно, хотела бы посмотреть именно подробности. Вот даже этого простого фокуса с платочком. Он с коротким рукавом. Если бы был с длинным рукавом, еще можно было бы что-то оправдать. Ну, как этот платочек исчез? Если, конечно, пусть он покажет немножко эти фокусы, но чтобы у нас таких, особенно людей пожилых, как сказать, более такое ясное представление имело. Как он говорит, что это ловкость рук. По-моему, как я понимаю, он подробно не может объяснить, так как это детали, это техника, и это, что это? Это средства... Ловкость рук и никакого мошенничества. Ловкость рук и никакого мошенничества. Ну, вообще, когда у меня... Ну, хорошо. Какие у тебя есть что? Ну, к фокусу. Ну, давай. Вот у меня есть 10 долларов. Покажи вот с этим делом фокус. С 10 долларами. Вот тебе 10 долларов. Еще что-то ты умеешь... Многие говорят, с долларами что-то делают. Ну, что ты умеешь делать? Можно что-то показать, но я так переживаю, после этого доллара потом вообще много звонков будет. Еще больше вопросов. Ну, хорошо, приготовься, приготовься. Мы слушаем оператора. Я бы хотел знать, чтобы вы говорили, кто звонит, имя. Сейчас попозже. Пожалуйста, мы в эфире, мы слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Виталий. Здравствуйте, Виталий. У меня вопрос... Даже не вопрос, мне очень приятно, потому что в христианстве действительно очень... Потому что в христианстве у нас мало таких людей. Если бы было побольше, это было бы интересно. Но если бы могли бы рассекретить ваш фокус, показать вот этот ловкость рук, это было бы достаточно более для людей приемлемо. Для меня оно приемлемо, но для многих людей, если бы рассекретить этот фокус, было бы достаточно хорошо, чтобы показать, что это не мошенничество. Потому что люди думают, что это мошенничество Еще один У нас был недавно человек Крепни из Турции Он говорит, что это очень хорошее средство для евангелизации Именно в Турции Так что с таким талантом Можно быть миссионером хорошим Спасибо за внимание Спасибо, да, Виталий Мы сейчас к этому еще возвратимся Мы поговорим о его служении О его планах Именно в связи с тем, что он делает Мы об этом еще поговорим У него есть серьезные планы В этом направлении С проповедью Евангелия Нести проповедь Слова Божия Именно через вот это средство Я считаю, что это Один из методов донесения Слова Божия Амин, амин Я думаю, что тебя никто не осудит Если ты покажешь вот этот фокус Пожалуйста, ну-ка Окей Ну, вот тут 10 долларов, да? Да, 10 долларов, так Вот 10 долларов 10 долларов в воздухе висит Понятно Опс Диана, мы вас слушаем Пожалуйста, мы в эфире Да, я хотела сказать вот что Вы сказали, что он сам ответит на этот вопрос Но вы ему почему-то не дали ответить Вот когда с платочком задавала женщина вопрос Сейчас он ответит на этот вопрос Я ему даю возможность Так, отвечай с платочком Спасибо Вопрос с платочком Окей Ну, хотелось бы, конечно, вас спросить Вы секреты умеете держать? Нет, дело в том, что Уже не слышно В эфире нет Окей, окей Но обычно, я знаю, все говорят Конечно, мы умеем секреты держать Тогда я говорю, я тоже Ну, окей Еще такой момент Ну, я, конечно, могу вас научить какой-то фокус Да Чисто, чтобы было больше понимания в этой области Я думаю, это очень важно для наших телезрителей Чтобы ты, ну, рассказал Рассказал, как это работает Вот давай Окей Давайте еще один фокус посмотрим Да У меня тут, кстати Но только ты должен мне его показать Чтобы ты объяснил людям, что вот Вот так это работает Вот Значит, вот два мячика Да Два мячика То есть Наташа, мы вас сейчас примем После вот этого фокуса Смотрите внимательно Значит, один Один мячик для меня Другой мячик для вас Держите крепко в руке Держу Вот У меня один мячик и у вас один, да Я беру этот мячик То есть он исчезает Потихонечку открывайте Ну, вот этого я не понял Я понял, что это тоже техника какая-то Два мячика у меня почему-то А теперь Ты можешь Я могу научить какой-то фокус Вообще Не этот именно Ну, этот просто научить Довольно-таки сложно Это время Да Это можно, но Ну, хорошо Какое есть простое Что-то такое проще Научи Научи Визуально научи Да, я научу Сейчас, минутку Наташа, мы слушаем вас Добрый вечер Добрый Я хотела бы обратиться Не так к Артуру Как к телезрителям Этот человек Живет у нас в доме Мы имеем привилегию Чтобы он был в нашем доме Он живет уже почти два месяца И многие как бы секреты Из его фокуса Знает мой сын Но я даже не спрашиваю у моего сына Я понимаю, что это секреты Но я хочу как бы убедить людей Которые сомневаются Потому что я Раньше была в вашем же положении Я тоже сомневалась Но когда ты знаешь кое-что И ты видишь хотя бы один секрет Я вас очень понимаю Что вам хочется увидеть секреты Но секреты и секреты Серьмите, он не может вам рассказать Потому что оно будет неинтересно Оно зайдет Оно закажет один секрет рассказать Так что я просто хочу Хочу убедить вас Что в этом нет ничего А сверхъестественно Это просто ловкость Спасибо, Наташ Но дело в том, что Артур мне обещал Что он меня научит секрету И даже людям всем расскажет И покажет, как это делается Поэтому это с его разрешения Очень простой фокус, да? То есть Допустим, если какие-то реквизиты покупать Это затрачивать Это не всегда есть возможность Но я знаю, что В основном Почти у всех есть два пальчика Вот Значит, вот этот пальчик Сейчас просто Перепрыгнет на эту руку На счет три Смотрите внимательно Итак Раз Два Три Это фокус Кто не понял, я объясню Но обычно, в принципе, можно догнать Можно сообразить Фокус — это также головоломка Это задача Реши задачу Кто-то смотрит, как головоломка А кто-то смотрит, просто наслаждается Как наслаждается красивыми песнями Так он наслаждается ловкостью Демонстрацией ловкости Вот Ну Кто не понял, я все-таки объясню Очень простой фокус Когда пальчик перепрыгивает То мы здесь закрываем один пальчик А тут открываем И такое впечатление Как будто палец перепрыгивает Еще один фокус Я думаю, многие знают этот фокус Это очень простой фокус Я могу научить Складываем таким образом И прикрываем И такое впечатление Как будто Да, да, да Окей Хорошо, если у вас есть вопросы Пожалуйста, вы можете еще задать А мы Давай поговорим О твоем служении О твоих планах Именно в этом направлении Я Как ты мне уже говорил Ты планируешь Использовать данные Данные Приобретенные тобой знания И данные Богом способности В целях евангелизации Аминь Что ты думаешь делать В этом плане? На сегодняшний момент Я готовлю театральную Библейскую постановку Я уже несколько лет над ней работаю И просто многое упирается Как бы в финансовую сторону Я уже вложил 40 тысяч долларов В эту постановку Ну, еще немножко не хватает Примерно 44 тысячи Ага Вот Это для чего? Для приобретения? То есть для приобретения этих реквизитов Этой аппаратуры Чтобы осуществить эту постановку Это Если не секрет В чем она будет выражаться? Что будет? Это будет как мини-проповедь То есть для людей верующих Это будет как номер вдохновления Для неверующих Это будет как Эвелингизационный номер Окей То есть Ну Немножко рассказать об этой постановке Да, расскажи немножко Потому что в принципе Можно час рассказывать Но так если в нескольких словах То изначально будет Это как картина Такая Эдемский сад И Но потом будет показано Падение человека Но Я буду символизировать это То есть я буду В черном костюме Это будет символизировать Человека греха Потом У меня игра идет с огнем Такие огни появляются Как бы я сыграю с грехом С грехом Но Но потом Все-таки Дух Святой Он касается меня И я Я работаю с голубями Голуби Символизируют Дух Святой Ага И у меня там интересно Голуби появляются Счезают Это тоже есть место в Писании Что Дух Святой Откуда ни возьмись Приходит и уходит Ага Но потом интересный момент У меня Черный костюм Меняется на красный И Будет звучать фонограмма Библейская Слова Что Кровь Иисуса Христа Смывает всякий грех Вот После этого Красный костюм У меня меняется На белый И Также Сопровождается Словами Что Кровь Иисуса Христа Убелила меня Белее снега Вот И Потом у меня будут Цветы Большие корзины С цветами Появляется Поется припев Что ты сделал меня Цветущим садом И Потом у меня Костюм превращается Уже в золотой Что мы как бы Золото огнем Очищенное И на финал Будет появляться Большая Картина Из разных Золотых тканей Это Новый золотой Иерусалим Как бы Я хочу Донести До сознания Что Этой постановкой Что наша цель Это прийти В царство Божие В новый Небесный Иерусалим То есть прожить Такую жизнь Чтобы попасть На небо А не в ад И вот То есть Появляется Вот эта картина Золотая Золотой Новый Иерусалим И Слова звучат Что ты ведешь меня В новый Небесный Золотой Иерусалим Это так В двух словах Это В основном Действующее лицо Будешь ты только там Или кто-то будет Вспомогательный Будут вспомогательные Которых В принципе не видно За кулисами А то есть На сцене В основном Ты все играешь Да Это очень сложный номер Уже Несколько лет Я готовлю Но верю Если Господь Что-то Начинает То он и Даст возможность Закончить Да Вот к сожалению Друзья Мы живем в таком мире Сегодня И люди Настолько стали Закрыты Закрыты Для Господа Что Мне кажется Что Господь Не зря Вот сегодня Использует Технологии Телевидения Потом театра Всякого Так как Люди Люди стали Людям Более доступно Что-то увидеть Знаете Помните Когда Христос обратился В Фоме Он говорит Фома говорит Пока я Не потрогаю Пока я не дотронусь Или Не ощупаю тебя Я не поверю Вот Так Сегодня Вот сегодняшний мир Такой Пока не увижу Я не поверю Не зря Что придет Время К тому Что Как Слово Божье Говорит Антихриста Вот этого Людей Которые Которые будут Лежать Там Два пророка Божьих Которые будут Убиты Весь мир Будет видеть Как Через Телевидение Как можно Видеть В конце Мира Людей Которые Лежат Естественно Это телевидение Которое Сегодня Очень Развивается Я думаю Что Господь Использовать Будет Очень сильно Эти технологии Телевизионные Еще На что Мы получили Откровение Развивать Христианское Телевидение Я думаю Таких людей Как ты Артур Господь Призвал Не зря Для того Чтобы Распространять Божье Царство Таким образом Таким способом Таким методом Доносить Божье Слово Чтобы оно Достигало людей Амин Просто Пришло понимание Что Вообще Когда идет Проповедь Это Слава Богу Это хорошо Но На слух Человек Намного меньше Процентов Воспринимает В подсознании Памяти Чем Через Визуально Через зрение Через Зрительное Двойное Двойной эффект Да И зрительно И Как бы Слышно Амин Даже Иисус Много Говорил Притчами И Показывал То есть Тогда Рисовалась Картина У человека В подсознании И это Лучше Запоминалось Да Кстати Господь Использовал Почему Господь Использовал Притчи Амин Вот Это Очень Очень Важный Момент Что Видать В то время Точно такие же люди были Как и сегодня Которым нужно было Нарисовать Объяснить Объяснить Показать На птиц небесных Показать Там На эти На колоссе На жатву Посмотрите На нивы Как они побелели То есть Господь Использовал Эти моменты Амин Эти методы Чтобы Наносить Ярко Слово Божие Амин Потому что Люди По другому Не могут Воспринимать Или Легче Другими словами Воспринимать То что Бог Хотел бы Донести Амин Амин Неверующая Аудитория Амин Я знаю Что Людям Мира Сего Им только Покажи Они же Любят Вот такие Да И ты Просто Захватываешь Территорию Большие Клубы Там Всякие Эти Стадионы Там Если нужно И пожалуйста Показал И проповедуй Слово Божие Да Кстати Я здесь В Америке Уже услышал Что Пастор Лорен Из Сингапура На сегодняшний момент Просто На правительственном уровне Его принимают В Китае И снимают Кто Кто это Пастор Лорен Потому что я думаю Что некоторые телезрители Даже не знают Пастор Лорен Он был У него была церковь 3000 человек Из Сингапура И просто Бог ему Каким-то образом Дал Откровение Понимание Именно двигаться В творчестве В области фокусов То есть он Пастор Фокус Он был пастором А сейчас Он именно В этом В этом служении То есть он делает Концерт Я сейчас Объясню чуть-чуть Значит И на сегодняшний момент Снимают его драмы И он просто Захватывает целые Университеты Для Иисуса Он делает Свои шоу Концерты Фокусы И после этого Он приглашает Их в классы Для обучения Это в Китае Да На сегодняшний момент В классы Для обучения То есть они Обучаются фокусами А в конце Он их учит Как действительно Делать чудеса Через кровь Иисуса Христа То есть они Обучаются фокусами А в конце Они выходят Лидерами Для Иисуса Просто Удивительно Удивительно Что это На государственном уровне Амэн Потому что В Китае Я вот знаю Сейчас данная ситуация Вот современная Вот сейчас Что Туда под Прикрытием Предстоящей Олимпиады Желают Проникнуть Миссионеры То их Я знаю Там их проверяют Их там чистят Их там Подозревают Не каждого пускают А через фокусы пропустили А через фокусы На государственном уровне Пропустили человека Что он преподает В институтах То есть Действительно Для Бога нету Ничего невозможного Да И он Таким образом Он распространяет Божье слово Амэн Амэн Ну я как понимаю Это так же Средство твоего существования Да Дохода Это как бы тебе нужно Это как работа твоя Получается Да Это в Израиле Это работа И так же служить И так же служить Господу Жить для славы Божьей На первом месте что? На первом месте? Да Ну Господь Я имею ввиду Именно в этой Вообще Семья А потом служение В этой деятельности твоей Я говорю Что на первом месте? Бизнес или Все-таки служить? На первом месте Это служить Господу И я верю Вот этим Именно вот этим Твоим даром Этим творчеством Да Я верю Что если я буду Служить Богу То Бог и позаботится О моих насущных нуждах Да Как бы У меня нету цели Через это Приобрести какое-то богатство Но приобрести это Для того чтобы Вкладывать в Царство Божие Угу Угу То есть твои планы На ближайшее будущее Это вот заняться Этой постановкой Да? Амин Или вот этим То есть я уже занимаюсь Но просто Немножко Финансы Это упирается В церкви В которой ты находишься Пастор Церкви Ну Насколько он Поддерживает Твое направление Или он Вполне участвует В том Что ты делаешь То есть Планы твои То есть поддерживает Полностью поддерживает Полностью поддерживает Ага То есть А Церковь То есть они видят в этом Серьезное Серьезное развитие Своего служения Так же Церкви Да В Израиле Или как Амин Да То есть То есть Вначале Когда-то Пастор Как бы У него не было Понимания В этом вопросе Но потом Постепенно Это Мнение Поменялось Что повлияло На него Так что Поменялось Мнение Чем ты Чем ты Так на него Повлиял Что Показал Пару фокусов Пришлось Раскрыть Несколько Секретов А пастор Вообще Он Из Такого Традиционного Направления Старый верующий Или Тоже Только У верующих Ну он уже Старый верующий Но Слава Богу То есть Ты ему Показал Пару Этих Секретов И он Понял Что это Что это Что это Нормально Что здесь нет Каких-то Духовных сил Замешанных Это чисто Ловкость Какие-то Приспособления Какая-то Просто демонстрация Ловкости Вы знаете Я тоже Один из тех Кто Вот так Искосо Смотрел На таких людей Особенно Недавно Я просмотрел Одну программу Вот Я все Подозревал Таких людей Что они Точно Связаны С духовным Нечистым Миром Но когда он Показал мне Пару секретов То я Уже Успокоился И все Таки У меня Вопрос Вопрос Знаешь Какой К тебе Дай мне Пару мест Священного Писания Пару мест Понятно Что О чем Мы сейчас Говорили Говорили Что Мир Такой Сегодня Который Хочет увидеть Которому Нужно Показать Пару мест Священного Писания Которое Подтверждает Твою позицию И Слово Божие Подтверди Свою позицию Что Ты занимаешься Действительно Правильным Делом Что Это тебя Нисколько Не осуждает И даже По Писанию Ты себя можешь Оправдать Что Будучи Христианином Я смело Это делаю Потому что Вот так-то И так-то Слово Божие Так-то И так-то Написано А вы знаете? Нет Ну я вот Просто Я так понимаю Что если Кто делает Что-то Он должен быть Уверен Что это Правильная Позитивная Слово Божие Написано Все что не делайте Делайте Как для Господа Все Все для Славы Божьей То есть Я думаю Наша жизнь Должна То есть Любым Чем мы Занимаемся А тем более В области Творчества То есть Дьявол Пытается Это все На свою сторону Чтобы театры ему Служили Кино Еще Какое-то Искусство Но Поэтому Артур Решил У меня Это есть Способность Это есть Дарование От Господа И я Принял решение Все что я не делаю Все делаю Во славу Господу Амэн Друзья Вот Такой Интересный Человек У нас Есть В студии Или был В программе Влияние К сожалению У нас Время уходит И мы Рады были Общению С вами И Мы рады Служить Вам Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров